Если будет такая возможность, расскажите о своем видении темы изучения моральных норм и принципов, то есть ключевое слово «нормы». Норма, на мой взгляд, это понятие субъективное, полностью с этим согласна. Живу по принципу, не нарушая 10 заповедей, и будет себе счастье. Но как-то от одного торолога услышать субъективное, а что тогда делать насчет нормы? Здесь я, конечно же, не совсем поняла последнее предложение, для того, чтобы его прокомментировать. У высших сил нет понятия справедливости. Возвращим силам есть законы, во Вселенной есть определенные законы. Один из законов, тем более касательно справедливости, говорит о балансе. И закон справедливости, который изображен в Таро, это является одна из добродетелей. Да. Именно справедливость, а не правосудие. Ладно, неважно, не в этом дело. Дело в том, что с точки зрения, опять-таки, высших сил, я хочу, чтобы вы поняли одну вещь. На Земле у нас существует дуальность, об этом все знают. То есть существуют две силы, активные и пассивные, положительно заряженные и негативно заряженные. Исходя из этого, у нас есть материальное тело, наш физический план. И на тонком плане, там нету форм, да, ну, в том понимании, в котором есть у нас, да, то есть тело, я имею в виду. То есть высшие силы, это некий такой сгусток энергии. Я не говорю сейчас о демонах, а я говорю о среднем и высшем астрале. Это сгусток энергии. Там форма, как таковая, необязательно, если она есть, то она может быть там, я не знаю, шарообразная. Но не тело наше физическое. Поэтому состояние энергии там немножко иное. То есть, условно говоря, там, как бы это объяснить? Как вам объяснить, что такое Бог? Вот я сейчас в такой ситуации, когда стараюсь, что такое Бог. Представьте себе энергию, да, которая просто существует, то есть свет. Представьте себе свет. Исходя из этого, есть некие такие законы сил, уравновешивания сил. Когда мы отклоняемся в одну сторону, для того, чтобы был баланс, да, нужно выравнивание этой силы. То есть, проще говоря, если 5 единиц мы уходим в плюс, то для того, чтобы был баланс, нужно 10 единиц для того, чтобы вру. Нужно 5 единиц для того, чтобы прийти в равновесие. 10 для того, чтобы отклониться в другую сторону. Поэтому, с точки зрения высших сил, там энергия, она нейтральная. Но при этом есть вот эти вот законы, за которыми смотрят. Причем, под законами я не подразумеваю только закон баланса. Это один из законов. Есть, например, сущности, которые отвечают за поддержки сути, к примеру, да, в нашем мире. Что, например, снежинка, да, у нее есть определенная структура. И вот эта вот структура у снежинки, она должна быть, то есть, не может быть какой-то другой, иной формы у этой, например, снежинки. Что у листьев на одном определенном дереве, да, вот такая вот форма, да, и она должна поддерживаться. То есть, есть такие силы, которые ответственны, что за поддержку, допустим, определенных форм на земле. То есть, есть и такого порядка силы. Законы, я имею в виду. Поэтому справедливость, она сама по себе очень холодная в контексте того, что вот когда что-то отклоняется, это должно прийти в форму, в баланс. Например, если ты кому-то, да, как мы говорим, проще говоря, это бумеранг. Если вы кому-то нахамили, то вам обязательно это тоже должно вернуться. Возможно, это не будет напрямую. То есть, вы нахамили, вам нахамили. Возможно, это вернется через какого-то другого человека. Поэтому, как таковым силам им, вот именно им, у них энергия там нейтральная. Там нету плюса и минуса. Плюс и минус есть только у нас. Поэтому справедливость как таковая, именно в контексте причинно-следственных действий, оно есть только в нашем материальном мире. Дальше. Что мы говорим касательно норм, что это субъективные. Здесь, что нужно понять. Есть, допустим, условно говоря, да, 10 заповедей. Одна из заповедей гласит о том, что не навреди. Но не навреди имеется в виду не только другому человеку, но в первую очередь не навреди самому себе. Когда мы начинаем соответствовать этим заповедям, то помимо того, что есть мы, есть еще и другие люди. То есть есть еще и внешний мир. И для того, чтобы соответствовать этим заповедям, мы должны быть, находиться, ну, как минимум в гармонии, да, в балансе. Когда мы начинаем взаимодействовать с другими людьми, мы так или иначе выходим из этого баланса. Потому что у нас включается реакция на что-либо. Дальше, если почитать комментарий, там как раз и есть подтверждение этому, да, что, допустим, мы не хотим кому-то навредить. Опять-таки, понимание навредить, оно субъективное. То есть то, что нам кажется, что я кому-то не навредил, для кого-то другого это может быть вред. Например, один человек говорит, я тебе просто хочу помочь и дать тебе совет. А другой человек считает, что у него, у него границы, они нарушаются. И исходя из этого твой совет является, ну, не нужным, да, и ты можешь мне тем самым навредить. Почему? Потому что, если, допустим, человек прислушивается к этому совету, да, и он получает какие-то позитивные, да, результаты, условно говоря, он скажет, о, какой молодец, да, я это сделал, я молодец. А если, например, он прислушается к этому совету, и он не получит желаемый результат, он скажет, вот, мне посоветовали вот этот плохой человек, да, вот у меня ничего не получилось, кто виноват, тот виноват. То есть иногда советы, особенно если они не прошены, они действительно могут быть во вред. Почему? Потому что, да, может быть, мы идем с благими намерениями кому-то что-то сказать, улучшить его жизнь, но мы же не знаем, на каком этапе развития находится этот человек. Может быть, ему нужно упасть на самое дно для того, чтобы что-то у него там произошло в его сознании. А мы его в этот момент, например, помогли ему, да, условно говоря, и человек не прошел свой урок. С этой точки зрения мы ему помогли или мы ему навредили? Мы ему навредили, потому что человек не научился тому, что он должен научиться. Но намерения-то у нас благие, правильно-правильно. Поэтому субъективное именно понимание касательно вот что есть норма. Дальше. С точки зрения, опять же-таки, высших сил им абсолютно все равно, потому что есть баланс. И почему я говорю им все равно? Потому что с точки зрения, опять же-таки, вот если посмотреть сверху, да, как эволюции, когда есть дуальный мир, да, тогда есть определенный смысл. А теперь представьте, если бы мир был единый и не было никакой дуальности. То есть и черное, и белое имело одно и то же значение. Изменилось бы наше отношение к этому или нет? Конечно бы изменилось. Так вот, с точки зрения высших сил и плюс, и минус, это тоже хорошо. То есть, как бы так сказать, черные, темные, да, допустим, темные силы, ну, условно так их обозначим, они играют свою роль. Они, возможно, как-то являются провокаторами, да. Характерный пример, например, аркана дьявола, да. С одной стороны, можно сказать, что он является провокатором. Он вызывает какую-то зависимость, да. Он может создавать иллюзии, обманы и так далее. С такой точки зрения мы можем это оценить как нечто негативное. Но в этой истории может быть и позитивный ключ, что да, если я осознаю, что меня кто-то обманывает и посмотрю на себя, то я увижу, в каких моментах, допустим, я себя обманываю. И взаимоотношения, например, с человеком, у которого у меня есть привязанность, да, он меня, условно говоря, чем-то учит. Очень часто бывает так, когда есть абьюзивные какие-то отношения. Их люди не любят и очень сильно осуждают. Но если увидеть в этом пользу, не в том, что я пропагандирую сейчас абьюз, услышите меня правильно, а в том, чтобы увидеть урок, то есть чему учит абьюзер. Абьюзер на самом деле учит свою, в кавычках, жертву тому, чтобы она научилась ценить себя, тому, чтобы она научилась любить себя, чтобы она не позволяла с собой обращаться так, как с ней обращается абьюзер. Поэтому у каждой медали есть две стороны. Все зависит от того, на какую сторону мы смотрим. А вот кто смотрит, вот от этого играет большая роль, да. То есть если наше сознание наполнено негативными моментами, то мы будем все время замечать что-то негативное, что вот он обижает, он оскорбляет, у него есть какие-то там претензии предъявлять. Но если мы смотрим с позитивным, с точки зрения, да, то мы увидим, например, что есть уроки. Где-то, возможно, этот человек хочет мне показать, что я сама к себе слишком претензиозна. Где-то, возможно, я сама себе в чем-то обману. Элементарно даю слово, что вот что-то сделаю и не сделала. Сама себе, не кому-то. Это тоже обман. Как мы это увидим? Мир нам показывает, как зеркало, через другого человека. Но если наш уровень сознания низкий, и мы это не увидим, мы увидим только негативную сторону. И исходя из этого понимания, нам придется много-много-много раз пройти вот эти вот кармические уроки. Иногда мы их проходим, а иногда мы их и не проходим, и они повторяются, и могут пойти и в другое воплощение. Я вам скажу даже больше. Есть ситуации, в которой мы проживаем из воплощения в воплощение. А может быть, немножечко меняется декорация, но сама суть, она не меняется. И это как раз-таки показатель того, что урок не пройден, и мы его идем и проживаем в следующем воплощении. То есть нас никто не подгоняет, что на это надо быстрое время, и мы только в этом воплощении должны пройти этот урок. Мы можем проходить несколько воплощений по порядку, либо через воплощение, неважно, но пока не пройдем этот урок. Поэтому все зависит от того, под каким углом мы смотрим ситуацию. Если смотреть с точки зрения высших сил, там вообще есть единство. Поэтому наша дуальность, нам кажется, и то хорошо, и другое хорошо. Почему? Потому что это, по сути, как символ Йинь-Ян. Одно дополняет другое. Потому что если, опять же так, чисто в теории мы возьмем, что все создано от Творца, то и Творец позволил созданию тьмы. Она тоже имеет какую-то определенную роль именно в обучении. То, что мы говорим, кнюк, кнут и пряник. Вот представляете, если бы все время было бы пряник, пряник, пряник. Опять же, если это высокий уровень сознания, то да, человек мог бы так развиваться только пряником. Но у нас, к сожалению, не высокий уровень сознания. Поэтому иногда нам нужен кнут, иногда нам нужен пинок, иногда нам нужно как-то, чтобы нас задели, чтобы что-то внутри нас переключилось, и мы пошли и начали что-то делать. Вот здесь вот с такой концепцией, то да, и черное, и белое, оно имеет место быть. Поэтому, что здесь касается норм, и дальше Альфия, вы говорили, что значит норм. Норма, она субъективная. Но она всегда хороша, когда есть мера, понимаете? То есть, когда человек, вот то, что мы говорим, да, я соответствую заповедям и все такое, это хорошо. Но вот это, оно должно быть как-то адаптировано к той реалии, в которой я нахожусь. Почему? Потому что если мы будем, не знаю, фанатично, ключевое слово фанатично, относиться к, я не знаю, соблюдать добродетели, десять этих заповедей, мы так или иначе отклоняемся от равновесия. И это равновесие, оно будет выстроено через, чем больше мы, условно говоря, будем чистыми, да, мы никого не будем обижать, мы будем все такие маленькие, мягкие, пушистые, тем больше в нашем пространстве будет появляться людей агрессивных. Для чего? Для того, чтобы был баланс, для того, чтобы это сгармонизировалось. Я не говорю о том, что вот мы не должны, да, условно говоря, соответствовать этим заповедям, но у нас должен быть уровень осознанности, высокий понимание того, что нам не надо отклоняться, нельзя, фанатизм, это тоже тьма, это тоже не есть хорошо. Нормы есть. То есть, условно говоря, я вам просто зачитаю дальше комментарий, чтобы вы понимали, здесь беседа шла о девушек, и она как раз очень наглядно показывает то, что человек отклоняется от меры. Дальше девушка пишет, я тоже пытаюсь придерживаться заповеди, но очень трудно, когда вокруг говорится такое. То есть, допустим, подруги бывшие, там, приятельница начинает говорить там про любовников, причем мужчин, а данной девушке это не, как это сказать, неприемственно. Окей. Здесь никто не говорит о том, что она должна поддерживать эти беседы. Здесь речь идет о том, что важность и значимость именно чистоты, что отношения должны быть только между мужчиной и женщиной, они должны быть только чистые, только без любовных каких-то треугольников, четырехугольников и так далее. Вот это отклонение уже от баланса. Почему отклонение? Потому что в этом присутствует важность. Чем больше мы придаем важность и значимость, то есть мы включаемся в это, мы отдаем свою энергию в это. Тем самым, для того, чтобы выровнять, чтобы вот эта вот важность, как-то снизить ее градус, будет появляться другая сторона, где мы как раз не будем видеть вот эту вот чистоту во взаимоотношениях, когда присутствуют любовные треугольники, четырехугольники. Кто-то может спросить, а как же быть тогда? Вот в этом как раз заключается свобода воли в том, как ты реагируешь. Снизить градус важности. Окей, это тоже имеет место быть. Мне это не подходит, благодарю, и иду дальше. И я не парюсь на этот счет, понимаете? То есть не переживаю, куда мы все катимся, что здесь и геи, и так далее, и пятые, и десятые, и убийцы. За собой, как говорится, хочется сказать, да, следите. Если вам это неприемлемо, окей, не принимаю, иду дальше. Но чем больше вы это будете отталкивать и говорить, что мне это неприемлемо, это нехорошо, это отклонение от нормы. То есть вы придаете этому значимость. Чем больше вы придаете значимость, тем больше вы туда внимания отправляете. Во что вы от ним направляете внимание, это приумножается. То есть вы это не приемлемете, вы будете замечать то, что вы не приемлемете. Что вам нужно сделать? сменить вектор своего внимания. На что? На то, что вы хотите. Что вы хотите? Вы хотите жить в любви? Замечайте, вычленяйте. Где есть эта любовь в вашем понимании? Где есть эта чистота? Обращайте свое внимание на то, что вы хотите, а не то, от чего вы избегаете. То есть в данном случае есть некая претензиозность. То есть почему есть вот такие люди? Можно, конечно, же разобраться, откуда эта претензиозность идет у человека, какие сценарии срабатывают. Но если это все-таки психологию это все убрать, то мы понимаем, что человек придает слишком много значимости. То есть как будто, знаете, заигрался в эту игру именно некого такого суди. То есть кто мы, кто будем судить? Что есть правильно, что есть неправильно. Там любовники, либо нелюбовники, либо там кто-то украл, либо кто-то что-то сделал. Я не говорю о том сейчас, чтобы мы были безразличны. Я говорю о том, чтобы мы снизили градус важности. То есть когда мы заигрываемся в игру, что мы что-то там значим, мы как-то можем на это повлиять, мы включаемся в эту игру. На самом деле мы должны находиться в позиции наблюдателя. Окей, я сейчас что-то проживаю, да, какую-то ситуацию, я за этим просто наблюдаю, я не включаюсь. То есть вот такие вот состояния, они, понимаете, они включают нас эмоционально. Мы начинаем выплескивать энергию и появляются вот те сущности, о которых мы говорили в самом начале, и мы их начинаем подпитывать. Когда нет энергии, подпитки, этих сущностей не будет. Тогда они не будут и создавать нам такую реальность, в которой будут аналогичные вот такие ситуации. То есть я вам рассказала разными словами про одно и то же. Но в любом случае, когда мы чему-то слишком много придаем важности, это имеет, это забирает очень много нашей энергии. Причем эта важность может касаться не только других людей, может касаться нас. Мы хотим похудеть, мы хотим сбросить вес, и мы днями и ночами об этом думаем, и мы туда очень много энергии сливаем. И пока мы сливаем эту энергию, мы никогда не похудеем. Почему? Потому что это слишком важно для нас. Первое, что нужно для тебя, снизить градус важности. Относиться ко всему. Вот то, что мы говорим, проще, легче. Разрядить эту энергию. Потому что чем больше важность, тем больше мы создаем противоположную силу. А для того, чтобы мы не создавали противоположную силу, нам не нужно создавать важность в своей жизни. Она пускай будет, я не говорю, что прям все нужно обесценивать. Нет. Но не надо вот прям включаться сто процентов. Потому что мы туда же еще и сливаем свою энергию. Но лучше направьте вот эту энергию не на то, что нас раздражает, мы не понимаем, а то, что вы хотите получать. Думайте все время о том, что вы хотите иметь в своей жизни. Хочу иметь светлый дом. Хочу иметь, там, я не знаю, с хорошей планировкой дом. Жить там, я не знаю, в каком-то определенном месте, чтобы был вот такой вид. Думайте об этом постоянно. И исходя из того, что вы думаете об этом, наблюдайте. О, вот там мимо мебельного магазина прошли, о, хорошо было бы вот эту вот мебель в мой дом. О, вам нравится машина, хорошо бы, чтобы у меня там на парковке в этом доме была вот такая. Тогда таким образом вы направляете свое внимание на то, что вы хотите, вы создаете свою реальность. Когда мы направляем свою энергию на то, что мы не можем соответствовать там заповедям, например, не украдить, ну не можем в нашем мире дуальности, ну не можем мы быть сто процентов чистой. Христос тоже, как говорится, да, чистый был, вот его распяли за грехи. Ну, если здесь Христос не справился, мы справимся. Мы можем двигаться в этом направлении, конечно же, я не говорю, чтобы мы там нарушали эти записи, можем соответствовать, но не надо придавать такое большое значение. Это вот как в диете, знаете, сидите вы на правильном питании, ну был такой день, когда сорвался, ну вот хочется что-то поесть вкусненького. С воспокойной душой, сидите и едите это, завтра продолжите свое правильное питание. А люди, как обычно делают, они наедятся, а потом начинают переживать. Ой, создаются чувства вины. Чувство вины создалось, вы придали этому огромное значение, важность. Это обязательно перерастет в то, что на следующий день вы встанете, у вас там будет плюс 5 килограмм, либо еще что-то. Это создает еще большее чувство вины. И вот вы вошли в этот круг. Все. Дальше вы с этого порочного круга сложно вылезти. Надо снова осознать, что окей, ничего страшного, ну поел, поел. Прекрасно. Я покормила свое тело. Завтрашнего дня буду кормить его по-другому, буду любить и холить его по-другому. Понимаете? И вот такое вот позитивное отношение, когда во всем вы видите пользу, даже в негативе убираете важность, жизнь меняется. Тогда она трансформируется. Скажу еще одну вещь. Мне кажется, я здесь не успела ответить на один вопрос. Я его, наверное, скользко отвечу. Буквально вчера я видела лекцию астрофизика, тоже здесь преподавателя института, доктора астрофизики. Он как раз-таки научным образом доказывал иллюзорность нашего мира, который говорит о том, что все вокруг нас, то, что мы знаем, это есть энергия. То есть одно дело, когда ты знаешь, а другое дело, когда тебе это наглядно, на основе науки, научно это доказано. И говорится о том, что все вокруг нас есть энергия. То, что мы начинаем видеть, это, по сути, энергия, у которой большая плотность. То есть когда плотность энергии собирается, энергия становится плотной, это обретает некую такую форму. Когда плотность, наоборот, становится более, как это сказать, разжиженная, что ли, ну то есть не столь плотная, то мы это перестаем видеть. Элементарное доказательство, когда вы смотрите на горизонт, то есть плотность уменьшается, уменьшается, то есть расстояние между вами и объектом, которое находится далеко-далеко за горизонтом, он кажется, как будто бы он перестает существовать. Мы его не видим. Исходя из этого, каждый предмет, то, что нас абсолютно окружает, он имеет свою вибрацию. И то, что нам кажется, что вот я, например, послышу, как звук некий, да, там, я не знаю, дерево поломалось, и мы услышали вот этот вот хруст. На самом деле это что? На самом деле это от этого движения, да, что дерево поломалось, начинается происходить некое такое колебание. Это колебание передается в пространстве энергетическом и приходит к нашей ушной раковине. Это не есть звук, это есть колебания волн. В дальнейшем эти колебания, они заходят в наш мозг, в определенную область нашего мозга и интерпретируются как некий звук. То же самое у нас происходит со всеми нашими органами восприятия. Все наши органы, я уже говорила о том, что они иллюзорны, все наши органы восприятия, они воспринимают некое такое колебание. И вот эти вот колебания, входя через определенные рецепторы, да, там, глаза, уши, нос и так далее, они начинают обрабатываться в нашем мозгу. И вот само вот это вот понимание, что обрабатывается в нашем мозгу и создает картинку, создает звук. Не звук к нам приходит, а волны к нам приходят и в нашем мозгу обрабатываются и создаются как звуки. Это говорит о том, насколько наш мир иллюзорен. То же самое и картинка, видение. Мы не картинку видим, мы видим те же самые световые волны, которые входят через наши глаза и в нашем мозгу обрабатываются. Исходя из этого, в каждом мозгу мозги, в каждом мозге идет своя обработка. И отсюда возникает и иллюзорность нашего мира. Поэтому все, что я говорила ранее, сегодня, это мое чистое субъективное восприятие, исходя из моего собственного опыта, который я получала через разные вот эти вот вибрации нашего мира и интерпретировалось моей головой. В вашей голове. Это может интерпретироваться абсолютно по-другому. Поэтому мы и говорим, что каждый человек – это отдельная вселенная. И сколько людей, столько и вселенных, условно говоря, на Земле. Поэтому реальность у каждого, она будет своя. На самом деле, настоящая, ну, если так можно сказать, настоящая реальность – это та, которая существует вне интерпретации каждого человека. То есть, условно говоря, ты смотришь, и ты видишь дерево. Вот это – это реальность. А какое дерево? Молодое, старое, толстое, там, пихтовое, не знаю, еще какое-то. Это уже иллюзия, потому что каждый воспринимает это дерево по-своему, интерпретирует, оценивает. Это оценки, это все в нашей голове. И вот эти вот оценки, они иллюзорны. В вашей вселенной, там, допустим, будет одно дерево. Я на него могу посмотреть, я видеть другое дерево. И вот это вот есть иллюзорность. И когда ты понимаешь вот эти вещи, да, что у вас своя вселенная, своя иллюзорность, и у меня своя вселенная, своя иллюзорность, теперь попробуйте договориться между собой, насколько это сложно. Исходя из этого, можно сделать… Нет, вывода не буду делать. Но у меня появляется, чтобы не закличать ваш мозг, да, не закрывать ваш мозг, у меня появляются такие мысли о том, что насколько мы действительно знаем друг друга хорошо, насколько мы друг друга понимаем, и насколько мы можем выстраивать взаимоотношения, и слышим ли мы друг друга. Приведу вам наглядный пример отношений моего старшего сына. Сидит две личности, да, сын и его пара. В нашей семье принято так, что искупался, вытерся полотенцем, положил его постирать. В семье пары моего сына принято так, что искупался, вытерся, подсохло, можно еще раз сын вытираться, да, не обязательно сразу постирать, можно постирать на второй, на третий раз. Есть одна модель поведения, есть другая модель поведения. И эти модели поведения, они взяты из семей. В одной семье так, и в другой семье так. И вот состалкиваются эти два человека, и они начинают совместную жизнь. И вот они друг друга начинают доказывать, как правильно. Правильно так, как в одной семье, либо правильно так, как в другой семье. Хорошо, если уровень осознанности у человека высокий, он понимает, и он говорит, окей, это было в нашей семье, но это в прошлом. А давай мы с тобой договоримся, у нас будет какая-то новая своя концепция, новая семья, новые правила, новые концепции, как мы будем взаимодействовать. Если есть такой уровень осознанности, люди садятся и начинают договариваться, и создают что-то свое. И, как правило, это вот пара, те, которые долго, долго идут по жизни, да, потому что они находятся в позиции win-win, на равных. А есть пары, которые в одной семье, например, муж привык так, а жена привыкла так. И когда они встречаются, один начинает доминировать над другим. Им кажется, что вот я права, а другой говорит, нет, я прав. И они никак не могут договориться. И так абсолютно во всем. И так они живут. И у них очень много конфликтов и ссор, и, как правило, через какое-то время, допустим, они расстаются. А причина в чем была? Причина в том, что они не могут договориться. А почему не могут договориться? Потому что они смотрят на отношения через призму той культуры своей семьи, либо своего воспитания, своего прошлого опыта. Короче говоря, через свою вселенную. А у другого человека другая вселенная. И вот они, вместо того, чтобы сесть и разобраться, у кого какая вселенная, и как они работают, и что мы можем новое создать, они начинают друг на друга наезжать и говорить, а кто прав, а кто не виноват. И никто не прав, и никто не виноват. Просто они все разные. И вот здесь попробуйте договориться. На самом деле, вот эти моменты, я когда смотрю со стороны, знаете, очень интересно, когда ты ходишь в позицию со стороны, наблюдаешь, думаешь, вот, надо же, надо же, теперь мне понятно, почему я говорю что-то, а меня не понимают. И вот из такой позиции, как раз, когда мы говорим про осознанность, тогда меняется твое отношение, да, то есть когда ты увидел, как это все устроено, да, со стороны, тогда у тебя перестает задаваться вот вопросами касательно того, что если нормы это субъективно, субъективная точка зрения, да, то как же тогда быть? А тогда вот как раз-таки у нас есть и сигнальная вот эта система, да, наша вербальная, когда мы начинаем договариваться с другим человеком с нуля, причем с нуля, нету правильного, нету неправильного, давай договариваться, как договоримся, так и будет правильно. Тогда меняется твое отношение, тогда ты уже не говоришь, что я прав, а ты не прав. Вечная борьба между мужчиной и женщиной за крышку туалета, да, как правильно, чтобы она была опущенная или бы она была поднятая, все зависит от физиологии человека. Да, для мужчины правильно, когда крышка поднятая, потому что он стоя ходит в туалет, а для женщины опущенная, ну, потому что она садится, когда она ходит по своей нужде, кто прав, кто виноват, никто не прав, никто не виноват и никак не правильно. Что есть нормы? Нету нормы, здесь нужно договориться, как договоришься, так и будет норма. Так, мне кажется, я все ответила, да, Продолжение следует...